Замер уровня шума на газораспределительной станции. Мероприятие рядовое, исчезло тех, что выполняется регулярно, если бы не одно «но». В этот раз специалистам предстояло определить, насколько эффективна новая разработка самарских ученых. Проблема шума, звукоизоляции, звукогашения у нас стоит остро. Многие станции работают с превышением предельно допустимого уровня. Данная разработка позволяет снизить, но насколько она эффективна на данной станции, насколько она эффективна будет на других станциях, насколько вообще целесообразно ее применять в дальнейшем, рекланировать на других объектах. Шум давно признан одним из вредных производственных факторов. В современном мире фактор шума очень влияет на человека сильный. Есть литературные и подтвержденные данные, что шум влечет за собой снижение у человека уровня порога слышимости. Особое внимание требуется от работодателя уделять тем рабочим зонам и тем рабочим местам, где есть повышенный уровень шума, для того, чтобы сохранить, конечно же, здоровье человека. Российской Федерации на данный момент, согласно нормативных требований, уровень шума должен соответствовать не более 80 дБ. Уровень, который превышает 80 дБ, является вредным для человека. В борьбу за тишину на производственных объектах «Газпром Трангаз Самара» самарские ученые вступили еще в 2007 году. Мы начинали со станции города Новокубышевска, это было 17-е, 17-е А, где мы провели первоначальное обследование. Как раз никогда не забуду эту дату. Эта дата была 13 июля 2007 года. Это был действительно очень интересный такой момент. Чем я это запомнил? Запомнил я это тем, что после того, как 15 минут провел акустическое обследование залов редуцирования и территории станции, то после этого практически две недели не мог слушаться. То есть в ушах стоял шум. И я просто понял, как рабочие, операторы работают в таких условиях. Задача газораспределительной станции – снизить давление газа настолько, чтобы из магистрального его можно было попадать в распределительный газопровод и доставить потребителю. Процесс снижения давления с 50, а то и 70 до 6 атмосфер сопровождается высвобождением огромного количества энергии и очень сильным шумом. Основной источник шума – регулятор давления газа. Процесс генерации аналитически не описывается. То есть нельзя написать уравнение А, Б плюс С, Д и так далее, чтобы все это описать. Это очень сложнейший процесс. Поэтому мы его отработали экспериментально на модельной опытной установке. У себя сделали установку. И вот после огромного количества экспериментов мы подобрали такой глушитель, который установили в прошлом году 2 июня и получили очень интересный результат. Объективное такое ощущение, что намного тише стало после шумоизоляции и после установки шумогасителя. Ну, намного тише стало. Летом расход газа гораздо меньше, чем зимой. Соответственно, и станция работает тише. Важно, чтобы проверить, как новая разработка поведет себя в зимних условиях, что и было сделано. Замеры показали, что благодаря гасителю пульсаций, даже при максимально напряженном зимнем режиме работы, уровень шума на газораспределительной станции не превышает 80 дБ, которые считаются нормой. Данная разработка, она имеет значимость не только для нашего общества, но и для объектов Газпрома в целом, газораспределительных объектов, в частности ГРС. По крайней мере, есть пожелание со стороны Самары Трансгаза удешевить разработку. Мы над этим сейчас работаем. Есть сейчас новые задумки, как улучшить эффективность наших разработок. Я думаю, мы не будем останавливаться на достигнутом. В соответствии с планом основных мероприятий системы гражданской обороны, в компании Газпром Трансгаз Самара прошел учебно-методический сбор с инженерами по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям филиалов общества по вопросам работы системы гражданской защиты. Сегодня провели практическое занятие с одним из спасательных звенов на базе Тольяттинской линейно-производственного управления. Проверили его готовность, укомплектованность, работоспособность инструмента. Но это только начало. Это вот самое начало. Дальше есть целый план, есть требования, которые мы, безусловно, выполним и аттестуем еще на три года нашим нештатным аварийным спасателям формированиям. Задач достаточно, задач много, и все они направлены на безопасность нашего производства. В компании «Газпром Трансгаз Самара» прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам. Принять участие в состязании приехали любители этого вида спорта со всех филиалов общества. Впечатления самые отличные, самые позитивные. Несмотря на то, что минус 10 за бортом, на трассе очень жарко. Скольжение отличное, лыжи работали превосходно. У меня руководитель постарался их подготовить, и мне очень понравилось. По итогам соревнований были названы лучшие в этом виде спорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...